здравствуйте это канал максимадзе и сегодня я хочу вам представить внимание вот такой вот новогодний подарок который мне подарили новый год и да это примерно то на что это похоже портативная игровая консоль с кучей игр на кучей разных систем значит внешне он очень похож на нинтендо геймбой 1 1989 года у которого был монохромный экран который работал на четырех пальчиковых батарейках ну и размером он был гораздо больше чем вот этой толще он его его в карман то особо не вместить а этот помещается в карман без всяких проблем значит давайте рассмотрим его внешний вид собственно производитель китай собственно китае много всяких подобных вещей производит значит как эта штука называется называется она анберник rg 35 xx такое вот такое вот название бренда вообще китайцы и много таких вот похожих штук выпускали вот этот вариант очень очень хороший были варианты какие-то лучше какие-то хуже вот например видел в интернете обзор такой штук как битбой например или pocket go они по одной линейке шли тоже были сделаны китайцами битбой он был внешне очень похож но были немного визуальные отличия внешне но у него кроме приличной внешности толком не ничего хорошего не было он все игры тянул довольно плохо тормозило даже 8 битных играх и даже не хватало некоторых кнопок то есть lr там вообще отсутствовали и собственно говоря playstation игры или там супер нинтендо которые требовали этих кнопок в них нельзя было полноценно играть здесь всего этого хватает здесь помимо l и r есть даже l2 r2 есть вот такой вот выход на телевизор hdmi micro но я к сожалению этот выход на телевизор проверить не смог потому что у нас нет такого шнура у нас шнур hdmi он больше чем этот разъем а такого именно нет у нас комплектация довольно скудная кроме самой приставки и инструкции ничего внутри больше не было да не было даже зарядки ну и собственно этого кабеля с переходником на телевизор здесь разъем под зарядку он тайп си и выход на наушники здесь находится регулировка громкости здесь находится кнопка включения и кнопка перезагрузки здесь находятся два разъема под карты памяти одна из них это стандартная и необходимая вот она она не просто на ней не просто лежат игры на ней лежит вся система вся прошивка на которой работает эта консоль если вынуть эту карту памяти консоль даже не будет включаться а второе разъема это если там не хватает места я так понимаю дополнительное место для закачки игр впрочем я сюда закачал несколько игр которые мне не хват не хватало и место вполне и место вполне было предостаточно впрочем проиграть чуть позже значит по характеристикам этой консоли что можно сказать здесь она поддерживает такие системы как capcom play system gameboy gameboy advance gameboy color маме нес neo geo на уже у покетка пк энджайн playstation 1 супер нинтендо сега геймджер сега мастер систем сега мега драйв и вандер свин калор также можно вроде как какие-то вставить и другие прошивки сюда и можно как бы добавлять еще систем там какие-то даже досовские аркады можно ставить и много чего друг другого я когда вставлял вот эту карту памяти в этот картридер собственно накопитель флешечный там показывались папки с названиями системы там было гораздо больше чем поддерживает это большие это прошивку консоли была папка даже нинтендо диез но выиграть диез на этой штуке играть не получится потому что здесь нет ни сенсорного экрана не дополнительного экрана одесский 3d ски два экрана один сенсорный другой основной так что поиграть и на день выиграть для диез тут не получится никаким образом помимо самих систем вот этих в саму консоль вшиты 5000 игр как раз таки они находятся вот на вот этой карте впрочем так говоря плана какие игры мы поговорим еще потом а давайте пройдемся по другим характеристикам сам экрана здесь разрешением 640 на 480 пикселей диагонали 35 дюйма соотношением сторон 4 к 3 тип экрана здесь айпи айпи с как я уже говорил сенсорного экрана здесь нет здесь 4 ядерный процессор объем встроенной памяти 64 гигабайта который на вот этой карте как раз таки находится есть выход на ушки три с половиной миллиметра интерфейс micro hdmi и разъем type-c как я уже говорил здесь мощный аккумулятор на 200 ой господи какой 200 2600 миллиампер и в режиме автономной работы поддерживать примерно 6 часов что очень даже неплохо ширина этой штуки 81 миллиметр длина 117 миллиметров и толщина 20 миллиметров весит 170 грамм довольно таки тяжелая штука и впрочем то говоря короче вещь классная и у этого бренда да и не только этого бренда есть куча разных вариантов которые я видел в интернете одни размером больше какие-то меньше у других переработан на формат то есть экран не здесь и кнопки здесь а есть экран посередине и по бокам кнопки как у обычного геймбой адвенса вот это это именно больше на обычный геймбой и геймбой color похоже и впрочем то говоря мне такой мне такой формат очень нравится я эту приставку не заказывал себе на новый год я не знал что я хотел на год ну кроме денег поэтому мой отец просто взял решил купил даже не знаю понравится мне это или нет ну в общем мы подарили мне на новый год открыл мне эта штука очень нравится я доволен реально классная удобная штука с приятными кнопками да конечно на любом современном телефоне все эти игры можно запускать при помощи эмуляторов но согласитесь играть нажимая на сенсорные кнопки и вот кнопки вот такие вот настоящие это две большие разницы на этой штуке играть как-то более приятнее тем более эта штука без проблем помещается в карман но правда экранчик здесь не очень надежный он очень гладкий но с ним надо аккуратнее все-таки китайцы делали а у них материалы не очень-то прочь что ронять эту штуку ни в коем случае нельзя собственно аккумулятор здесь никакой не съемный чтобы получить к нему доступ надо открутить все винты есть задней стороны вот эти вот клавиши довольно в удобных местах расположены кстати короче по внешнему все классно есть еще есть есть некоторые варианты вот этих консоли у которых есть еще и стики что касается этого варианта есть если не ошибаюсь три цветовых решения это вот этот белый классический который мне больше всех нравится есть еще два варианта с прозрачным корпусом честно говоря с прозрачным корпусом мне не очень нравится потому что вот эти все схемки видно как-то это не очень красиво это тоже это считает тоже как бы иногда нет некоторые говорят что это круто когда видно как как устроена сама консоль но на самом деле тут мне кажется можно согласиться вполне что прозрачный корпус на консоли когда видно все эти схемки это считает то же самое что что одеть какую-нибудь девушку в прозрачное платье и все и все дело через нее будет видно согласитесь как-то не очень красиво ну и наконец то давайте предлагаю уже включить эту приставку немножко поиграть включается зажатием вот эти вот клавиши и мы видим логотип она загружается в принципе довольно быстро и так здесь пять пунктов меню это сами игры избранное можно игры в избранное добавлять история игры которые мы открывали более последними по поиск и настройки настройках настройки батареи собственно говоря имеются настройки можно отключить можно настроить даты время дату и время что у меня собственно сделаны тест звуки кнопок включить выключить настройки фона есть четыре варианта это вот такой вот вот такой вот можно без фона есть вот такой вот какой-то сильно вырвеглазные есть такой вот еще третий но мне больше нравится вот это классический хотя можно в принципе выбрать также вот этот первый как бы вообще абсолютно без фона есть выбор языка русского здесь сожалению нету впрочем то не так страшно язык тут это не самое главное собственно говоря так же есть еще немало настроек короче все очень удобно но теперь перейдем к самим играм собственно говоря здесь у нас выбор систем и собственно говоря это не выбор эмуляторов а это выбор папка то есть если вы карту памяти вытащили в компьютере положили игру от нес например в папку с playstation 1 она появится здесь и она запустится как несовская игра что же давайте начнем давайте начнем с чего-нибудь более простого поскольку это приставка похожа на геймбой давайте запустим геймбоевскую игру и кстати говоря по играм 5000 игр но здесь почему-то не не было ни одной игры от нинтендо не марио не зельды не покемонов не метроида а нет метроид есть что-то его мало совсем было но вот ни одной игры про марио не было вообще и зельды я тоже что-то не находил давайте вот давайте вот пойдем где вот супер марио лэнд вот этот одна из наверно самых известных игр для геймбоя это супер марио лэнд собственно в черно-белом варианте как это было и на обычном геймбой а блин играть довольно удобно кнопочки очень приятные вот так вот пожалуйста уровень прошли чтобы прервать игру надо нажать на вот эту вот кнопку меню здесь можно выйти из игры сохранить игру здесь есть несколько слотов которые можно сохранять и несколько настроек ну давайте выйдем из игры и переключимся на другую систему давайте переключимся на нес который более известен у нас как дэнди собственно говоря и здесь вон почти что целая страничка игр с марио давайте запустим ну например вот кунг-фу сыграем давайте на нес на зарядку на зарядку опа на так сейчас мы его сделаем блин может быть а ты за розы какой да да блин с этим мы поняли что у нас есть еще из игр вот такая вот игрушка я думаю многим знакомы это одна из встроенных игр и почему то здесь контра облегченная версия которая сразу нам по умолчанию 30 жизней дается и сразу же оружие спрей да да собственно как нес она у нас поддерживает только а и б а вот эти кнопки работают как turbo а и turbo b иногда эти кнопки болен бывают очень нужны вот падла какая а ребята кто помнит эту игрушку ставьте лайк блин что у нас еще есть ну и давайте перейдем уже к самой наверное известной ностальгии на нес я тут собственно игр про марио по накачал давайте самую обычную включим я я реально удивлен как такой игры могло не быть среди встроенных вообще ни одной игры про марио здесь не было какого фига я не понимаю играть очень прикольно и удобно и фпс тут очень даже хороший фпс никаких проблем вообще здесь нету так ну вот что из известных игр еще есть есть например давайте танчики тут еще много чего есть и дабл драгон контра форс супер контра рокман черепашки ниндзя ниндзя гайден вот пожалуйста батт баттл сити дорогие друзья такие вот танчики всем известные надо будет еще поставить сюда самый наверное известный хак танк 1990 сюда всякие хаки на игры приставка тоже поддерживает без проблем ну за исключением тех хаков которые очень нестабильно работают собственно что в этих танчиках надо делать чтобы выиграть надо уничтожить все танки уничтожить все танки на карте и не дать им уничтожить себя просрать все жизни и не дать им уничтожить орла которые находятся внизу за уничтожение вот этих моргающих красных танков нам будут выдаваться бонусы которые нам помогут с прохождением уровня а блин а что ты не стреляешь в воду а проиграл ладно давайте уже перейдем к другой какой нибудь системе например супер нинтендо а тут еще есть более такие весомые игры вот супер нинтендо давайте вот contra contra 3d allen wars например здесь уже 16 это уже 16 бит на игра пожалуйста настройки 7 жизни и уровень легкий такая вот 16 бит на игра это contra очень сложная я не ни разу не удавалось ее пройти до конца самонаводящиеся ракеты опа а зараза какая а ой 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 другой игре перейдем все тут игр конечно очень много во все играть не получится конечно же а не подождите тут что-то тут про и тут есть про ешь и игры и встроенный это как бы от ним ты ешь это персонаж из марио но про самого марио ни одну игре почему-то не было какого фига я не понимаю во вообще вольфенштейн 3d есть давайте вольфенштейн сыграем на супер нинтендо я закачивал только одну игру это супер марио all-stars с комплектом и игрой супер марио world еще потому что этой этой игры очень сильно тут не хватало так нужно ну начинаем грудовать все это пропускать вот пожалуйста вольфенштейн вот эти вот здесь собственно нужны эти кнопки л и р пожалуйста подыхай падла на заразе короче игрушка очень прикольная хоть и графика не самая конечно чтобы играть современное время давайте переключимся на другую систему и давайте посмотрим как еще работает марио нажимая на старт можно что тут вообще просто можно листать и листать блин во все их я в жизни не переиграю никогда видимо вот пожалуйста нажимая на старт можно добавить игру в избранное поставить звездочку собственно сборник из пяти игр давайте супер марио world потому что она одна из самых одна из стартовых по уму игр этой системы была супер нинтендо ну пропускай я уже прочитал это все я понял все давай поехали собственно убит боя в этой игре супер марио там вообще черный фон был короче сзади собственно вот пожалуйста во всех во все стабильные фпс все идет все плавненько все четко короче консоль к очень прикольная но не все же не все эмулятор здесь работают хорошо давайте переключимся например на геймбой колор вот пожалуйста геймбой колор и вот здесь я сюда ставил игру супер марио брос дельюкс который меня честно говоря разочаровал немного по геймбой в этой игре сказывается недостаток фпс вот сейчас вроде пока работает более менее неплохо но вот дальше на не тот на более следующих уровнях начинаются серьезные прям просадки я вам хочу сказать во всяком случае этот уровень работает менее хорошо чем на на нес ну этот уровень более менее нормально работал а вот следующий я думаю уже будет тормозить я уже наиграл немного в этот супер марио дельюкс и иногда просадки бывают такие что повышается вероятность вылететь куда-то в пропасть ну короче тут мы не недостатка фпс сейчас не наблюдали но вот я когда играл вот реально прям недостаток фпс прям был очень большой каждую систему я показывать не буду посмотрим просто 30 все битные как бы игры давайте посмотрим что-нибудь из из сеги мега драйв вот давайте соника например запустим впрочем я никогда не был фанатом сутка но давайте тем не менее попробуем что-нибудь наиграть вот соник работает неплохо в принципе как в принципе фпс а тут вполне хватает упал я туда куда не надо было ай блин какая заражая да что такое тебе чего разгона надо что ли вот так блин супер мега и соник блин быстрый ай блин я же на него сверху прыгал пожалуйста прошли уровень давайте перейдем к чему-то более такому продвинутому в графике например playstation первому что у нас есть на плейстейшене блуди рор какой-то капком что-то тут крыш бандикут почему-то только второй и этот третий какие уход драйвер есть какой-то давайте давайте драйвер драйвер 2 какой-то что-то тут про тачки да здесь как видите уже более такая графика продвинутые и то что предыдущих системах да вот эти вот заставки которые не дают пропустить здесь для игр очень хороший экран очень яркий сколько можно показывать эти заставки дайте мне уже поиграть наконец а тут другие же кнопки потому что playstation там соотношение кнопок немного разные поэтому может немного быть непривычно поначалу ну давай же быстрее можно мне играть сразу начать они заставки иди смотреть вот пожалуйста бежим за персонажи как сесть машину на какую кнопку а пожалуйста вот едем куда-то или мне надо было в ту сторону прикольная прикольная игрушка графика очень впечатляющая давайте врежемся в кого-нибудь как он столб то не вышел не понимаю но давайте еще какую-нибудь одну систему по быстренькому глянем многие из этих систем для меня кстати не знакомы есть а аркадных автоматов эмуляторы из какой-то фгнео мамы мамы это аркад аркадные тоже так понял какие-то вот такой гейм гир еще есть что-то у нас по гейм гиру старварс какой-то есть давайте посмотрим что из себя звездные войны представляют на этой сеге опять заставки которые не дают пропустить ну и естественно лукас собственно создатели звездных воинов давным-давно в далекой галактике бла-бла-бла-бла-бла все что мы видим у каждого эпизода это по мотивам четвертого эпизода так понимаю сделано это наверно лея в такую игру ни разу не играл я еще первый раз запускаю так штурмовички надо не дать им у нас здоровье уже довольно немного осталось ну короче понятно такая вот консоль к очень полезно очень прикольная считаю вещи это куда-то в поездке брать ну и собственно чтобы отключить надо снова удерживать эту кнопку и мы видим надписи гудбай собственно такая вот прикольная вещь у нас была сегодня на обзоре реально очень классная штука купи покупку куплена она была за 7000 рублей но в принципе в принципе того стоит наверное вещь очень прикольная и если сравнивать с некоторыми более ранними версиями вот этих вот устройств такими как битбой или покину то вот это вот этот вот эта вещь прям вообще очень классная так что совет советовать к покупке или нет решайте сами но я рекомендую вещь прикольная я такому новогоднюю подарку был довольно таки рад ну что ж на сегодня все показал я вам такую вот штуку немножко поиграли с вас и коз подписаться с меня эпичный видос подписывайтесь на мой стримовский канал влоговый канал спадеру вконтакте и всем пока и